Приветствую вас. Давайте попробуем последовательно разобраться со всем тем, что вы написали. Написали вы немного, но достаточно лаконично и, в общем-то, понятно. То есть, все, что вас волнует, в принципе, более чем понятное, исходя из вашего текста. Во-первых, давайте мы с вами определим так. Значит, когда вы забеременели, мужчину как подменили? Значит, вот это пока что является, наверное, самым, ну таким, главным моментом. То есть, если ссоры были и раньше, то это было более или менее нормально, как я понял. А вот с тех пор, как мужчина начал знакомиться, с тех пор, как вы увидели его знакомство, вы, собственно говоря, потеряли всякий покой, потеряли всякий сон и начали, собственно, только делать, что мужчину вашего ревновать. Давайте здесь скажем самое главное, что мужчина определенно вами дорожит. Ну, вот я не знаю, хотите ли вы это принимать или нет, но мужчина, он вами дорожит явно, потому что он не хочет от вас уходить. И, соответственно, если он знакомился, как вы говорите, с кем-то, если он знакомился с кем-то, значит, ему чего-то не хватало от вас. Мужчина испытывал потребность в чем-то, что вы ему не давали. И очень желательно понять, что именно он недополучал от вас. Очень желательно понять, что именно вы не давали мужчине, что именно вы, в чем именно вы не удовлетворяли его. Чтобы, собственно говоря, исключить в дальнейшем повторение данных моментов вашей жизни. Понимаете, мужчина просто так не стал бы знакомиться с другими женщинами, значит, ему что-то нужно. И это что-то вы, к сожалению, ему не даете. Вот это, пожалуй, одно из самых главных, что вам нужно понять. Дальше. Вы, я полагаю, слишком сильно зациклены на себе. То есть, вы говорите, я не хочу, я не могу, я не желаю, я там ненавижу и так далее. А чего хочет, собственно говоря, ваш мужчина? Что ему нужно, чего бы ему хотелось, в чем он нуждается, какие у него мечты и так далее. Как насчет того, чтобы подумать на эту тему? Как насчет того, чтобы вместо того, чтобы думать о себе, вместо того, чтобы концентрироваться на себе, помочь мужчине получать то, чего он хочет и снижать вероятность того, что он действительно будет вас обманывать. И снижать мотивацию того, что он будет с кем-то еще, кроме вас. Тоже важный момент. Дальше. То, что вы ревнуете, связано с тем, что вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе, вы в чем-то в себе сомневаетесь, и отсюда проистекает ваша, значит, ревность. Соответственно, задаем себе вопрос, в чем именно вы не уверены в себе. Почему стала возможна ваша неуверенность в себе? С чем она, эта неуверенность в себе связана? И какие вы могли бы выполнить задачи, чтобы от этой неуверенности в себе избавиться? Это тоже очень важно для вас понять. Вы ревнуете потому, что вы не уверены в себе. Вы ревнуете потому, что вы чего-то боитесь потерять. По поводу страхов, здесь тоже достаточно много у вас всего, и я думаю, что тут нужно, наверное, отдельно как-то разговаривать на тему страхов. А пока мне бы хотелось, чтобы вы подумали на эти темы, на это все, вот про это все подумали вы. Дальше, следующий момент. Момент, связанный с тем, что, как вы живете. Значит, вы определенно мать, и вы определенно жена. Вопрос, который у меня есть к вам. А делаете ли вы что-то для себя? Занимаетесь ли вы чем-то, что нужно именно вам и только вам? Балуетесь ли вы как-то себя, расслабляетесь ли вы как-то, принадлежите ли вы сами себе хоть немножко за, например, неделю? Если нет, если этого не происходит, то, естественно, будут подобные реакции с вашей стороны, потому что вы просто-напросто эмоционально, морально выматываетесь. И при таком подходе, конечно, у вас будет напряжение, и отсюда будут всякие негативные реакции. То есть, этот момент, это направление тоже нужно отдельно просмотреть и отдельно проработать, потому что объективно, еще раз хочу сказать, вам нужно отдыхать. И чем больше вы будете отдыхать, тем лучше будет для вас. Естественно, я понимаю, что это не всегда получается, естественно, я понимаю, что у вас не всегда есть время, но тем не менее. Постарайтесь это сделать. Теперь дальше. Что касается матери, матери вашего мужа. Здесь позиция, к сожалению, она у вас, я бы сказал, не то чтобы неверная. Она у вас деструктивная. То есть, вы хотите, чтобы ваш муж перестал смотреть на свою маму, как на маму, и стал на нее смотреть, как на кого? Как на того, на кого вы смотрите? Проблема в том, что муж, это сын своей мамы, в первую очередь. И он всегда будет выделять ее, он всегда будет смотреть на нее так, как сын. Потому что по-другому быть не может. И вам необходимо смириться с тем, что ваш муж всегда будет смотреть на свою маму, как на маму. И что бы она ни делала, он всегда будет ей какие-то вещи прощать. Он всегда будет ей идти навстречу и так далее. В этом вы остановить его не можете и права не имеете. То есть, еще раз, у вас нет морального права на то, чтобы диктовать мужчине, ездить ему к своей маме или нет. Это его право. И никто в этом праве, в праве видеться со своей мамой. Не может его ограничивать и не можете это сделать вы. А что вы можете сделать тогда, зададив себе такой вопрос. Что вы можете сделать тогда? А сделать вы можете следующее. Если это, то, что он видится с мамой или то, что мама делает, как-то вам вредит, то вы можете делать упор на вред вам. То есть, терпеть то, что вам во вред, вы тоже не должны. Мужчина может делать все, что он хочет, это, безусловно, его право делать все, что он хочет, это его выбор. Но и ваш выбор не терпеть то, что вам неприятно. Ваш выбор не терпеть то, что вам не нравится. Ваш выбор не действовать, условно говоря, себе во вред. И вот это, пожалуй, тоже очень важная составляющая, очень важная составляющая того, что является вашей проблемой. Дальше. Ненависть. Видите ли, ваша ненависть, она, ну, несколько странно. Вы ненавидите и его маму, вы ненавидите и то, что она общается со своим ребенком от первого брака и так далее. Но ведь это его ребенок, кто же. И откуда у вас столько эгоизма, откуда у вас столько эгосентризма относительно себя, почему вы считаете, почему вы хотите, почему вы требуете от мужчины, чтобы он общался только с вами. И все. Для меня вообще-то, говоря, не очень понятно. Какие сомнения вам измельчат, какие страхи вам управляют в данный момент, нужно разбирать. Потому что они мешают вам выстраивать нормальную жизнь. Дальше. Вы пишете, что я боюсь остаться матерью-одиночкой. Ну вот вы боитесь остаться матерью-одиночкой, я вас понимаю. Ну вы же тоже сами говорите о том, что вы как бы сами говорите о том, что ситуация такова, что вы не хотите, вы не хотите так жить. И я вас понимаю. Но так чтобы не хотеть так жить, чтобы мужчине давать понять, что вы не будете действовать в себе во вреде и так далее, необходимо дать ему понять, что вы независимы. А вы зависимы на данный момент. К сожалению, вы зависимы от него практически во всем. И вы сами зависимы тем, что вы ревнуете, что вы следите за ним и так далее. И мужчина это знает. Знает, что вы от него зависимы, к сожалению. И отчасти этим продиктовано его поведение. Отчасти именно поэтому он так себя и ведет. И поэтому необходимо, необходимо, еще раз повторю, необходимо, совершенно необходимо, чтобы вы изменяли свое положение, изменяли свое отношение и сами рассчитывали только на себя. То есть больше принадлежали себе, отдавали себе отчет в том, чего вы хотите для себя, отдавали себе отчет в том, что будет полезно и нужно для вас и для вашего ребенка. Также не забывали о том, что ребенок всегда, как бы, чувствует, что, например, его мама несчастлива. И если несчастливы вы, то несчастлив и ребенок тоже. И это все вам нужно понимать. Это в этом во всем вам нужно отдавать себе отчет. Еще раз, по-другому, по-другому у вас попросту не получится изменить ситуацию, которая у вас сейчас сложилась. И поэтому к маме, даже к маме, относиться вам нужно как к старой женщине, которая имеет ряд своих страхов, которая имеет ряд своих там, моментов, ряд своих недостатков, которые есть у всех, кстати говоря. И относиться к этому нужно спокойно, относиться к этому нужно нескольценно, ведь вы новое поколение, вы более мудрое поколение. И единственное, что вам нельзя позволять, это себе вредить. Вот вредить себе позволять нельзя. Это совершенно точно. Если вы не будете этого делать, то ваша проблема будет гораздо меньше. Гораздо, гораздо меньше будет у вас проблем. И я думаю, что на самом деле вот это вот направление, которое я вам дал, они помогут вам уяснить, в какую сторону двигаться. Надо мужчину отпускать к его маме. мужчину. мы это его право. Нужно перестать держаться за мужчину, потому что если вы держитесь, то это не любовь к нему. Вы даже сами не говорите о том, что вы любите мужчину. Вы говорите, что он вас любит, а вы его вроде как не говорите. Так вот, вам нужно определить, любите ли вы мужчину или нет на самом. Если вы его не любите, то тогда вопрос, зачем вы любимый мужчины место находите. Если вы его любите все-таки, если вы его все-таки любите, то что это любовь такая, при которой вы его постоянно контролируете, при которой вы постоянно как-то его стараетесь там лишить свободы, при которой вы постоянно как-то его ну принуждаете, при которой вы любовь, любовь, при которой вы постоянно ему говорите, что он не прав, постоянно скандалите с ним и так далее, и так далее, и так далее. Это все не то, что можно назвать правильным для построения нормальных отношений. Это все не то, что можно назвать правильным для реализации нормальных отношений. Если же речь идет о том, что вам нужно именно, чтобы мужчина был рядом с вами Чтобы мужчина просто был с вами рядом Тогда нужно каждому из вас дать жить так, как он хочет Но понимаете, одно без другого невозможно На начало нужно определить вот это Определить, чего вы хотите, определить, каких отношений вы хотите от мужчины И тогда вам станет понятно, что же делать дальше Но пока у меня нет ощущения, что вы сами себе отдаете в этом отчет Пока нет ощущения, что вы сами понимаете, чего вы хотите от отношений Но однозначно можно сказать, что так как вы хотите на данный момент сейчас Так как вы желаете на данный момент сейчас Не будет Почему не будет? Не будет потому, что вы думаете только о себе Вы совершенно не берете в расчет То, чего хочет мужчина сам по себе И это не может для него быть неявным Это для него не может быть незаметным И если он видит, что это действительно так Так, то, соответственно, он всегда будет с вами спорить Всегда будет с вами ссориться Иначе никакой гармонии в ваших отношениях не будет Вы поймите, чего хочет мужчина вообще? Что ему нужно вообще? И постарайтесь вот это для себя Понятно Готовы ли вы давать ему то, что ему нужно? И тогда уже будет понятно А если вы готовы давать ему то, что ему нужно Если вы готовы это делать То, соответственно, вы сможете ответить по себе на вопрос О готовы ли делать что-то он И вот на этом Основываясь на этом А также работая над собой в тех направлениях Которые я ранее вам назвал Вы будете выстраивать новые отношения Не используя, не употребляя Такие ярлыки для, в частности, мамы Как психическая больная и так далее Указывает человек свои недостатки И если вы не принимаете недостатки других людей Значит, вы не принимаете свои недостатки А если вы не принимаете свои недостатки Вот отсюда и берет начало Ваша неуверенность в себе Соответственно Дальше Ребенок от первого брака Ну, это для мужчины тоже оскорбление Что вы не позволяете общаться ему с ним Как отец, он имеет на это право Какую угрозу вы видите в том Что мужчина Общается с этим ребенком Что лично для вас Это несет Нужно разбираться Дальше Я не хочу, чтобы он уделял Кому-то еще время и внимание Кроме меня и моей дочери Почему? Откуда Вот такой эгоцентритм? Чего вы боитесь? Чего вы не уверены? Я думаю, что с вами нужно работать Работать в разных направлениях Воспитывать новую модель поведения Работать с уверенностью в себе С комплексами Можем быть даже с детско-родительскими отношениями Скорее всего Какие у вас были родители Какие у родителей ваши были отношения Какие у вас были с ними отношения Все вот это вот нужно с вами прорабатывать Потому что то, что вы здесь написали Это вот такой клубок разных противоречий Разных деструктивных направлений в мышлении В поведении В отношении к ребенку К мужу и так далее Что за один ответ Это просто невозможно вам все это передать И даже если бы невозможно было То все равно Вам работать нужно С экспертом С психологом А не просто прослушать ответ К сожалению, один ответ вам не поможет И я думаю, что вот то, что вы не чувствуете себя женщиной и любимой Это не проблема мужа Это не проблема мамы, мужа Это ваша проблема Вам самой нужно учиться чувствовать себя женщиной Вам самой нужно любить себя Чтобы любили вас другие И вот, соответственно, логичный вопрос возникает Что мешает вам это ощутить? Что мешает вам это почувствовать? Вот на этот вопрос И попробуйте сами себе ответить И, собственно говоря Еще раз проанализируйте все, что я вам сказал Надеюсь, что это поможет вам увидеть проблему И наметить себе направление работы На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам всего самого доброго И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!